Безнаказанно баловаться охотой сильные мира сего никак не отвыкнут. Но тут что-то пошло не так. Итак, обо всем по порядку. Госдума приняла в первом чтении законопроект о вольерной охоте, который фактически разрешает расстрел диких животных в ограниченном пространстве. Большинство депутатов поддержали документ своими голосами в среду 11 декабря. Теперь расстрел животных в вольерах будет называться любительской или спортивной охотой. Тех, кто решил развлечься, закон не будет ни в чем ограничивать. Ни в оружии, ни в способе убийства. Все зависит от интересов спортсмена в кавычках. Для того, чтобы приятно провести время, нужно всего лишь получить путевку, заключить обычный договор на оказание услуг. Самый известный такой случай произошел 9 января 2009 года в Республике Алтай. Тогда разбился вертолет Ми-171, в котором находились в туши незаконно добытых горных баранов, занесенных в Красную книгу. В авиакатастрофе погибли 7 высокопоставленных охотников, в том числе полпредпрезидента в Госдуме Российской Федерации Александр Кособкин. Происшествие спровоцировало политический скандал. В Горноалтайске прошел митинг, на котором потребовали привлечь к ответственности вип-браконьеров. Акции солидарности прошли в других городах России, в том числе и в столице. Отметим, что Анатолий Банных, которому удалось выжить в той катастрофе, погиб спустя 8 лет в другом авиапроисшествии. Вертолет, на борту которого помимо него находилось еще 4 человека, упал в Телецкое озеро. В мае 2009 года во время охоты на медведей погиб губернатор Иркутской области Игорь Есиповский. При попытке поднять тушу медведя на лебедке на борт земли вертолет задел деревья и рухнул в тайге неподалеку от Байкала. Его обнаружили полностью сгоревшим 80 километров от Иркутска. В авиакатастрофе, кроме Игоря Есиповского, погибли зампредседателя правительства Иркутской области Михаил Штонда, охранник Александр Шостак и пилот Виктор Кунов. 24 февраля 2010 года в Пермском крае погиб заместитель гендиректора ООО «Газпромдобыча на дым» Константин Павлов. По данным следователей, он был застрелен на охоте председателем межрегиональной профсоюзной организации «Газпром» Владимиром Бабкиным. Сообщалось, что господин Бабкин случайно выстрелил в товарища. 5 октября 2019 года во время охоты погиб экс-депутат Государственного собрания Якутии Александр Крылов. Как рассказали его товарищи, господин Крылов ехал на квадроцикле в сторону села Тантор. Тогда заметил приближающегося к нему медведя. Он выстрелил в зверя, а потом решил к нему подойти. В этот момент на Крылова напал второй медведь и задрал бывшего депутата. Какие же аргументы у тех, кто принял закон? Сторонники законопроекта ссылаются на опыт других стран, но умалчивают, что нигде не разрешено убивать животных непосредственно в вольерах. Их там только выращивают и выпускают в охотничьи угодья. Причем до охоты на них должно пройти минимум 4 месяца. Авторы проекта утверждают, что вольерная охота помогает поддерживать численность популяций разных видов. Итак, кто же волнуется о сохранении видов? Рабочую группу по обновлению устаревшего закона об охоте возглавляет первый заместитель председателя комитета по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев. Заядлый охотник и рыбак. Он любит не только убивать животных, но и хвастаться в сети фотографиями с ними, а также давать интервью о своем хобби различным СМИ. Не так давно Валуев в составе комиссии по формированию Красной книги выступал за исключение из нее ряда животных. Также депутат становился героем скандалов из-за сомнительной законности убийства медведя и бобра. Еще один из ярких авторов закона проекта – депутат Госдумы Владислав Резник. Он также любит убивать и является членом клуба горных охотников. Год назад Владислав предлагал узаконить трофейную охоту на животных, занесенных в Красную книгу. Стремится ли он сохранить виды? Ответить на этот вопрос несложно. Если вы думаете, что только единороссы замечены в этой гнусности, то ошибаетесь. Оппозиционный политик Алексей Навальный тоже был замечен в пристрастии к охоте. В 2009 году он был общественным советником тогдашнего губернатора Кировской области Никиты Белых. Мужчины несколько раз сфотографировались вместе с убитыми дикими птицами. В Кировской области все помешаны на охоте, писал тогда господин Навальный в своем блоге. Законопроект одобрен большинством. Однако было и несколько противников его принятия. Как сообщает ТАСС, вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова подвергла критике подобную инициативу, назвав вольерную охоту жестоким и аморальным бизнесом. По ее словам, за утверждением этого документа в перспективе стоит продажа прикормленных, полуручных животных для беспроигрышной охоты якобы в вольных условиях. Также она сравнила ситуацию с африканской колонией времен первобытного колониализма, куда ехали из Европы пострелять по крупным животным для самоутверждения, чтобы потом кичиться друг перед другом в своих клубах. И, кстати, для тех, кто думает, что в Европе все хорошо. В 2006 году испанский король Хуан Карлос I в ходе поездки в Вологодскую область застрелил ручного медведя, которого перед этим напоили водкой. Фальсификаторы принесли в жертву добродушного и веселого медведя по кличке Митрофан, содержавшегося на базе отдыха в селе Навленском. Тем не менее, любовь Хуана Карлоса I к охоте в дальнейшем все же аукнулась королю. В апреле 2012 года 74-летний монарх принял участие в охоте на слонов в Бацване. Предприятие вышло на редкость неудачным. Во-первых, король упал и сломал шейку бедра. Во-вторых, возмутились испанские СМИ, которые подсчитали, что сафари обошлось в 30 тысяч евро. И это в разгар кризиса. И, наконец, руководство Всемирного фонда дикой природы Испании лишило короля звания почетного председателя организации, при том, что Хуан Карлос I занимал пост с 1968 года. Сейчас человеку не нужно охотиться для пропитания. Поэтому современные охотники – это серийные убийцы в чистом виде. Не может человек со здоровой психикой получать удовольствие от намеренного убийства беззащитного животного. Думаю, что это дурная наследственность, душевные травмы в детстве и какие-то еще другие внутренние комплексы. Иначе бы они не вымещали собственную неполноценность на своей жертве. Мне даже муль или комаров жалко, когда я их убиваю у себя дома. При том, что это всего лишь маленькие букашки. Увидев дело своих рук, любой нормальный человек испытает чувство ужаса, отвращения и раскаяния. При этом он, скорее всего, даст себе обещание никогда больше не убивать. Посмотрим на календарь, точно ли мы в 21 веке.